Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил уверенность, что Азербайджан, Россия и Израиль смогут договориться о судьбе так называемого блогера Александра Лапшина, задержанного в Минске по запросу, который Баку направил в Интерпол. Президент Беларуси отметил, что на данный момент у его страны нет никаких оснований для отказа выдачи Лапшина Азербайджану. Лапшин неоднократно незаконно посещал оккупированные территории Азербайджана. Более того, с целью пропаганды незаконного режима, созданного Арменией на оккупированных азербайджанских территориях, на своей странице в соцсети Лапшин представил регион Нагорного Карабаха в качестве независимого государства. Ну ты создаешь лишние проблемы. Уже давно надо было его переслать туда, куда надо. Вот обязательно, чтобы Шамшур поднял при всем народе этот вопрос. Я же вам поручил, отдайте его по закону. По закону, так, россияне хотят его забрать? Нет. Израильцяне, он же гражданин Израиля, Юра, да? Израильцяне его хотят забрать? Ну вроде нет. Дальше, Азербайджан обратился не к нам, в Интерпол. Так, Игорь Анатольевич? Так точно, это международное конвенционное право, мы его исполняем. Да. Все, мы его, мы согласно решению Интерпола его задержали. И согласно всем законам и порядку, мы должны его передать Азербайджану, да? Так точно. Мы никуда, мы, мы, конечно, мы его вообще можем выпустить, но это будет неправильно. Точно так и к нам отнесутся так, когда мы кого-то будем там задерживать. Поэтому по всем соглашениям мы его должны передать Азербайджану. Ранее Лапшин попытался обжаловать в суде решение Генеральной прокуратуры Беларуси об экстрадиции. Какие у нас основания его не отдавать Азербайджану? Никаких. Ну вот там говорят, обжаловал и прочее. Я уверен, что суд все равно поддержит наше решение, потому что оно законно. Так же? Ну, предвосхищать решение суда я не берусь, но скорее всего это будет так, поскольку суд первой инстанции принял абсолютно законное решение. Да. Ну, какое основание суду второй инстанции отклонить это? Александр Лапшин был задержан в Беларуси в декабре по запросу Баку. Генпрокуратура Азербайджана открыла против него уголовное дело сразу по нескольким статьям. Он был объявлен в международный розыск. Ранее МИД Азербайджана призвал не политизировать ситуацию вокруг блогера. Он, зная, что его имя находится в списке нежелательных лиц, вновь въехал в страну по другому паспорту. В том, что совершил эти действия намеренно и специально, он признался сам. Быть блогером или журналистом не дает права нарушать законы или же статус неприкосновенности. Поэтому попытки политизировать этот вопрос или же трактовать как нарушение свободы слова в корне неверны, говорится в заявлении Азербайджанского внешнеполитического ведомства. Илькин Шофиев, CBC. Илькин Шофиев, CBC.